Друзья, приветствую! Мы продолжаем наш буровой ликбез по коллекции бурового оборудования Томского политехнического университета. И сегодня объектом нашего ликбеза будет обратный клапан, обратные клапаны и предохранительный клапан. Итак, разберем последовательно, для чего каждый из этих элементов нужен. Поскольку предохранительный клапан у нас находится в единственном числе, мы его и разберем. В первую очередь. То есть предохранительный клапан это элемент гидравлической системы, который устанавливается в основном на буровых насосах, на цементировочных агрегатах. Ну вот в нашем случае это обратный, это предохранительный клапан цементировочного агрегата. И его задача это стравливание давления при каком-то превышении его в системе. То есть он настроен обычно на какой-то определенный уровень давления, при превышении которого он срабатывает и через специальное сливное отверстие стравливает, так скажем, избыточное давление бурового раствора либо другой технологической жидкости. То есть с помощью нижней резьбовой части он устанавливается на нагнетательную линию обычно. Вот в верхней части у него здесь расположен, ну в данной конструкции предохранительный механизм. То есть предохранительный механизм выполнен на базе пружины, которая установлена на специальном штоке. То есть и вот в этой коробчатой части расположен как раз таки клапанный механизм. То есть как это происходит работа этой всей системы. То есть через нижнее отверстие постоянно мы получаем информацию, точнее наш клапан получает информацию о давлении в системе. То есть он на себе испытывает давление системы на нагнетательной линии. Если в какой-то момент давление превышает то, которое установлено, так скажем, на клапанной системе, то есть давление срабатывания клапана, то клапанная система сжимает пружину и клапан открывает у нас вот эту коробку клапанную. Дальше что происходит? Жидкость нагнетательной линии уходит через вот это боковое сливное отверстие. То есть оно может оставаться таким, в принципе, то есть можно просто стравить его, но это, конечно, не совсем эргономично и не эстетично. Но обычно к выходу предохранительного клапана прикручивается отвод, через который, собственно, и производится отвод, так скажем, среды в какую-то отдельную емкость. Ну, это вполне логично для предохранительных клапанов, особенно тех, которые работают, например, с агрессивными жидкостями, чтобы это все вокруг не разливалось насосным агрегатом. Если говорить об обратных клапанах, то они бывают нескольких типов, то есть последовательно их разберем. Ну, во-первых, для чего нужен обратный клапан? Это клапан, который пропускает жидкость в одну сторону и не позволяет ей, то есть пропускает вперед, но не позволяет ей возвращаться назад. То есть принцип обратного клапана заключается в чем? То есть разберем вот это фактически у нас, он в разобранном виде, внутренность его. При протекании жидкости силами давления у нас сжигается, сжимается пружина, то есть пружина сжимается, и втулка у нас уходит от своего посадочного узла. То есть здесь у нас шаровый механизм, грубо говоря. То есть втулка у нас смещается, и у жидкости есть возможность протекать, вот так скажем, в эту полость. То есть жидкость начинает протекать через обратный клапан. Вот в процессе, так скажем, прокачки жидкости это приблизительно выглядит так. Как только мы выключаем насосы, клапан запирается, и следовательно жидкость обратно уже не пойдет. Вот у нас в данном случае на видео мы рассматриваем обратный клапан забойного двигателя. Ну, правильно сказать, винтового забойного двигателя. Зачем нужен обратный клапан в компоновке забойного двигателя? Для того, чтобы двигатель не зашламовался, и чтобы не происходило холостое вращение, это больше к турбобурам. Забойным двигателям, винтовым забойным двигателям, это больше относится именно, чтобы не происходило зашламование. Из-за чего оно может произойти? Логика в том, что пока вы прокачиваете раствор, в процессе бурения все нормально идет. Как только вы останавливаете процесс циркуляции, что мы получаем? В бурильных трубах у нас раствор нормальной плотности, в кольцевом пространстве у нас раствор насыщенный шламом, то есть его плотность больше, и он по закону сообщающихся сосудов хочет вернуться обратно в бурильную колонну, то есть чтобы уравновесить давление. Если обратного клапана не будет, ну, просто-напросто, до лото двигатель будет зашламовываться. Это не совсем хорошо. Далее, это, так скажем, в компоновке, когда стоит забойного двигателя. В принципе, обратный клапан может ставиться и просто отдельно, и изначально, то есть еще когда не было идей это делать как комплектующим звеном забойных двигателей, обратные клапаны ставились просто в компоновку низа бурильной колонны на забой. А до того момента, как были изобретены и стали активно применяться шаровые краны, обратные клапаны ставились еще и на поверхности. То есть здесь у них еще необходимо вспомнить второй функционал. Задача обратного клапана – это не допустить газа-нефть-вода проявления по бурильным трубам. Так что чтобы флюид в случае начала работы пласта, в случае начала ГНВП, не начал подниматься по трубному пространству на поверхность. То есть, грубо говоря, герметизация трубного пространства и другими словами, это еще можно как назвать, что обратный клапан – это элемент противовыброса оборудования. Хотя за рубежом к этому утверждению относятся скептически, говорят так, что, например, шаровый кран – это элемент ПВО, а обратный клапан – это не элемент ПВО. Почему? Потому что шаровый кран мы испытываем, то есть это испытуемый барьер, то есть мы его регулярно испытываем, а обратный клапан к нам приходит уже с паспортными характеристиками, и мы их и его испытания не производим. То есть вот здесь именно такая логическая между ними взаимосвязь. Далее. И еще один элемент, этот самый крупный здесь, это обратный клапан, по-другому он называется ЦКОТ – соментировочный клапан обратного действия, кто-то говорит дроссельного типа и так далее. То есть сам по себе напомню, что обратные клапаны бывают шарового принципа и тарельчатого типа. Ну, также есть еще отдельно, как выделяют категорию дроссельных обратных клапанов, то есть обратных клапанов, то есть там стоит как бы дроссельная заслонка. Вот. Если говорить о ЦКОТе, то есть, как уже было сказано, цементировочный, значит он применяется в цементировании. С какой целью? Ставится он вниз к компоновке обсадной колонны над башмаком на некотором расстоянии, и он необходим для того, чтобы как раз после того, как мы закончим прокачку цементного раствора, то есть пока мы закачаем цементный раствор, он открыт. Как только мы заканчиваем прокачку цементного раствора, мы снимаем давление цементировочной головки, и, собственно, он запирает, он не дает возможности цементному раствору из кольцевого пространства начинать подниматься по обсадной колонне вверх. Ну, опять же, тот же самый принцип сообщающихся сосудов, потому что в кольцевом пространстве у вас цементный раствор, а в трубном пространстве, то есть внутри обсадной колонны, то у вас буровой раствор, либо продавочная жидкость, например, техническая вода. Помимо этого, нередко ЦКОТ идет в сборке со стоп-кольцом. То есть стоп-кольцо необходимо для того, чтобы при посадке на него продавочной пробки мы могли на поверхности зафиксировать скачок давления, который бы говорил нам о том, что продавка закончена и процесс цементирования по факту завершен. Ну и еще явное отличие, например, обратных клапанов типа цементировочного от бурильных обратных клапанов в том, что внутренняя часть, то есть вся внутренняя оснастка, все элементы обычно выполнены из легко разбуриваемых элементов. То есть для того, чтобы после ожидания времени затвердевания цемента мы разбурили стакан цементный, разбурили технологическую оснастку и продолжили процесс бурения скважины. Итак, коллеги, я надеюсь, что для вас был этот урок понятен, интересен и полезен. И приглашаю вас просмотреть другие видео из этой серии.